Российские пилоты 20 минут не выходили на связь во время рейса. К чему это привело? Комиссия Росавиации приступила к расследованию авиаинцидента самолетом Boeing 737 авиакомпании «Победа», произошедшего во время выполнения рейса 517 из Санкт-Петербурга-Волгоград в апреле этого года. На борту находилось 189 пассажиров и 6 членов экипажа. Проблемы начались, когда лайнер стал приближаться к Москве. В этот момент диспетчер Москва-контроль пытался связаться с пилотами, однако ему не отвечали в течение 20 минут. На подлете к столице на связь с пилотами вышел диспетчер, но ответа от них не получил. Что случилось в этом рейсе, мы разберем чуть позже, а пока поговорим о том, что будет, если пилоты не выходят на связь и чем это опасно. Наверняка вы видели на летном поле высокую вышку с прозрачной будкой наверху. Именно там сидят авиадиспетчеры и наблюдают за летным полем. Соответственно, на каждом секторе работает свой диспетчер, отвечающий за свой этап полета. По сути, авиадиспетчер – это регулировщик воздушного движения, почти как постовой на земле. В небе тоже бывают заторы в зоне аэропорта. Разница в том, что самолет не может встать в воздухе, он всегда летит. Поэтому пробка в небе – это когда самолеты летают кругами, ожидают свою очередь на посадку, а очередность задает диспетчер. В аэропортах, на вышках, откуда видно взлетно-посадочную полосу, сидят диспетчеры руления, старта, взлета, посадки. Они руководят этими процессами. Другие диспетчеры сидят в центре управления полетами. Это, как правило, большое здание рядом. Им уже не нужен обзор полосы, они управляют самолетом, когда он уже набрал высоту. Все, что происходит на летном поле аэродрома и за его пределами, происходит только под контролем и по командам диспетчеров. Это касается не только пилотов воздушных судов, но в том числе и наземных технических служб. Правда, для пассажиров все это так и остается совершенно незаметным на протяжении всего времени пребывания в стенах аэровокзального комплекса и на борту самолета. Нестандартные ситуации – это не всегда то, что показывают в фильмах. Сильная грозовая деятельность, закрытие по каким-либо причинам высот в секторе, уход воздушных судов на запасные аэродромы, болтанка, обледенение – все это те ситуации, которые диспетчеры должны решать. Но и при стандартных ситуациях бывает непросто, когда, например, в летний период воздушное движение увеличивается в несколько раз. Наверняка многие из вас смотрели старое шоу «Коламбур», где авиадиспетчер рвет на себе волосы и в панике ведет переговоры с пилотом. Так вот, на самом деле все не совсем так. Сейчас авиадиспетчер сидит на своем рабочем месте и спокойно выполняет свою основную задачу – обеспечивает безопасность воздушных судов в воздухе и на земле. Большинство российских авиадиспетчеров являются сотрудниками национального провайдера аэронавигационного обслуживания Госкорпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации. Однако у некоторых аэропортов имеются собственные аэронавигационные службы, работающие в рамках соответствующей в нашей стране единой системы организации воздушного движения, но не входящей в структуру Госкорпорации. Координируют и планируют работу всех авиадиспетчеров подразделения Генеральной дирекции Госкорпорации «Главный центр». Структуру же предприятия составляют 17 филиалов, расположенных по всей стране. Между 16 из них на данный момент распределено в воздушное пространство России, за исключением зон вышеупомянутых аэропортов, имеющих свои аэронавигационные службы. Как только самолет исчезает с радара, первое, что сделает авиадиспетчер, это свяжется со следующим радаром на траектории полета самолета, а затем с другими в этом районе, чтобы узнать, могут ли его обнаружить. В противном случае они уведомят аэропорт назначения, в который направляется самолет, а также все другие радиолокационные средства. Вообще радиосвязь считается потерянной, если в течение пяти минут при использовании всех имеющихся каналов радиосвязи на неоднократные вызовы по каждому из них экипаж или диспетчер не отвечает. Но во время апрельского рейса из Санкт-Петербурга-Волгоград самолет не выходил на связь 20 минут, и это очень много. Но пропавшим самолет не объявили, ведь на радарах он находился и шел по своему маршруту. В ходе разбирательства стало понятно, что технических проблем на борту не было, радиосвязь не работала по весьма прозаичной причине. Из-за выключенных динамиков громкой связи и снятых пилотами гарнитур. Экипаж этим нарушил требования руководства. Пилоты обязаны непрерывно прослушивать частоту, в зоне которого в данный момент находится самолет. При занятии высоты полета второй пилот зачитывал информацию для пассажиров. В это время командир судна выключил громкоговоритель со своей стороны, через который прослушивается радиообмен. А на некритических этапах полета непрерывно ведется радиосвязь с диспетчерами. Это же сделал и второй пилот слева. После доведения информации в салон оба члена экипажа сняли наушники, при этом громкоговоритель не выключили. Согласно пояснению командира, он не обратил внимания на тишину, поскольку был занят чтением документа, а когда это заметил, то сразу же вышел на связь. Случались странные случаи, когда пилоты не выходили на связь и более длительное время. В 2018 году Западно-Сибирская транспортная прокуратура вынесла предупреждение авиакомпании, пилоты которой больше 50 минут не выходили на связь с диспетчером. По информации транспортной прокуратуры, инцидент произошел на борту самолета Boeing 737, который летел из Новосибирска в Петропавловск, Камчатский, вечером 4 июня. Почти целый час на земле не знали, что происходит с самолетом, из-за того, что оба пилота сидели без гарнитур. Произошедшее стало возможным в результате нарушения экипажем требований воздушного законодательства. В целях создания для себя комфортных условий во время доклада старшего бортпроводника об обстановке в пассажирском салоне, экипаж сняли гарнитуры и уменьшили громкость динамиков до минимальной. В том же году произошло еще одно странное действие пилотов. Экипаж самолета Airbus 320, следующий рейсом Новосибирск-Иркутск, во время захода на посадку допустил преждевременное снижение до высоты 450 метров вместо установленной 600. Железная махина попросту нырнула вниз, поставив под угрозу жизни пассажиров. Выполнив второй круг, пилоты все же смогли посадить стальную птицу без повреждений, а пассажиры отделались легким испугом. Но и сами диспетчеры, бывает, чудят. Этот случай произошел в этом году. Транспортный самолет Ил-76 пролетал над Волгоградской областью, направляясь на север. Диспетчер, который контролировал этот сектор, только-только заступил на дежурство и обслужил два борта. Но когда экипаж Ил-76 попытался с ним связаться, ответа не получил. Позже выяснилось, что диспетчер в это время сидел с закрытыми глазами, облокотившись головой на руку. Затем он привязал к плану полета другой порт того же типа, который летел похожим маршрутом с юга на север, только из Ахтубинска, Астраханской области, в Липецк. Спустя 15 минут Ил-76 отклонился от маршрута, который ошибочно присвоил ему утомленный сотрудник. Но сам диспетчер этого уже не видел, потому что спал. Разбудил его вызов диспетчера другого сектора, который спросил, почему тот Ил-76 не сел в Липецк и как следовало из плана, а полетел дальше. Ответ был максимально профессиональным. Не знаю, сейчас узнаю у него. Продрав глаза, диспетчер начал вызывать экипаж Ил-76, но он вызывал борт, указанный в формуляре и не находившийся на связи. Спустя 10 безрезультативных попыток он попытался выйти на связь с экипажем по аварийным радиостанциям, но и это не привело к успеху. Тогда диспетчер обратился к руководителю полетов и как мог объяснил ситуацию. Тогда руководитель поручил диспетчеру вызвать экипаж первого Ил-76, что он и сделал. Мгновенно ответив, пилоты рассказали о своем местоположении и поиски самолета закончились. Позже в ходе служебного расследования комиссия установила, что диспетчер нарушил 17 требований руководящих документов. Поэтому недавний инцидент на рейсе 517 в Санкт-Петербург-Волгоград является не самым страшным, но также показывает, что человеческий фактор имеет место быть, и банальная невнимательность может привести к куда более плачевным результатам, чем дисциплинарное наказание работников авиаотрасли пассажирских перевозок. На этом все. Если было интересно, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии и переходите в наш телеграм-канал, где каждый день выходят интересные материалы.